И снова всем привет, с вами Леторн, и мы продолжаем прохождение игры Pillars of Eternity 2 Deadfire. Как вы помните, ребят, в прошлой серии у нас с вами начинается довольно-таки шпионская, скажем, миссия. Посмотрим, интересно, как здесь реализованы подобные моменты, и еще зачем-то ведь нам нужно оружие. Если, возможно, все-таки что-то пойдет не так. Так. Напомни еще раз, что мне нужно сделать. Я готов проникнуть навстречу. Джиларде, тогда бери костюм, а я заберу твое снаряжение, Адж. Громкость ее голоса снижается до заголовческого шепота. И возьми это рисовое вино. Быть может, ты найдешь ему применение, а? Она подмигивает. Ну, я подозреваю, что да, я напоил женщину, которая там, что у нее развивается язык, как мне сказали, когда она напирается. Кларна. Кто его? Вообще, надеюсь, что засняешь на местоположение персонажа. Давайте почитаем задание. Мне удалось проникнуть навстречу в сияющие бани. Берица давала мне несколько бутылок рисового вина. Любимая напитка Тоза, которая развязывает язык. Разбитная дама с длинным красным отцом со носом знаком приглашает вас приблизиться. Ее веки полузакрыты, и вы чувствуете аромат чего-то очень крепкого. А, как раз вовремя. В воде вечно мучает жажда. Поклониться и предложить ей бутылку рисовина. Женщина делает из бутылки щедрый глоток, рыгает и причмокивает. Затем она не спеша осматривает вас с головы до ног своими воспаленными глазами. Я тебя знаю. Ты же... Ну, как тебя... Эх, понятия не имею. Похоже, я куда лучше знакома с вином. Она посмеивается. Эх, это все вино. Тойлоса наглядит на вас из-под полуопущенных век. Ты, наверное, большая шишка, если можешь позволить себе выкупить все здание. Ты мне льстишь. Она расползается в улыбке и неуклюже пытается вам подмигнуть. Но больше похоже, будто ей что-то попало в глаз. Ну, я, конечно, не королева, ни китаки, но живется мне весьма неплохо. Я капитан корабля Принщипи, а вон тот здоровенный мрачный детина по имени Кварна работает на королевскую компанию архипелагов. Иногда. Если только он не занят чем-нибудь еще. Например, продает мне пушки. Мы, кстати, именно это и отмечаем. Я, наверное, уже говорила. Поклониться и уйти. Так. Мне удалось узнать, что Кварна поставляет Принщипи мощное оружие. Я могу сообщить об этом Кастеллу сейчас или попробовать выяснить подробности. Директор Кастелл ждет меня на верхнем этаже штаб-квартиры Валянской торговой компании на причале королевы. Свой снаряжение я получу обратный, когда выдаю сияющий план. Мой любимый официант, ты принес мне еще вина? Ну, предложите еще одну бутылку рисового вина. Она хватает бутылку и одним глутком всасывает в себя ее содержимое. Слегка покачиваясь, она оставляет бутылку в сторону и сонно вам улыбается. А тебе говорили, что ты просто прелесть? Я серьезно. Просто прелесть? Зачем тебе эти купальни? Ступай в мою команду. Я как раз получил от Кварна новые пушки. Мы станем грозой архипелага. Будет здорово. Зачем тебе такая огневая мощь? Я взорву корабли в Альянской торговой компании и заберу их в сияющую адру. Только никому не говори, это секрет. Она перепела и говорит сбившего, неразборчивого. Почему ты сегодня здесь? Мы с моим немаленьким другом празднуем удачную сделку, но больше ничего сказать не могу. Она закатывает глаза и взглядом указывает себе за спину отдыхающего на скамье Аумауа. Принеси тебе что-нибудь еще. Нет, мне и так... Она киркает. И так многовато уже. Хорошо. Это все вроде бы. Израдно набравшись, стоило проговорилось, что планирует налет на плотилю в Альянской торговой компании, перевозящей сияющую адру. А, имеет ли смысл нам еще с Кварном поговорить? Думаю вообще. Ну ладно, сейчас узнаем. Варна стоит, прислонившись к стене и скептически смотрит на вас. Он морщит нос и кривит лицо. Золотой обруч на шее и самоцветы в ушах мерцают в слюсклом свете. Если мне захочется есть или пить, я тебя позову. А до тех пор оставь меня в покое. Ну ладно, не будем еще больше спрашивать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok и отправимся. Так, куда нам нужно пойти? Директор Кастал ждет меня на верхнем этаже, чтобы квартира в Альянской торговой компании. Забавный фонарь. Озвучи свою цену. Че захотел? Так, встречал королевы. Странно, вот видите, нет здесь почему-то. Ладно. Субтитры подогнал «Симон» Симон» Кстати, как там у нас с кораблем дела? Все отремонтировано. Пытный канонир. Так, малышка Леука тут у нас, кстати, я забыл уже, что она должна лечиться. Почему мы все-таки красивые пейзажи в игре? Как там пейсы начиналась? «Корос», «Амора»? «Его» «Думаник»? Мы с ним разговаривали как-то? Так, и не, нам больше ничего не может предложить. Как бы нам только не пришлось тут ребята на каком-то этапе, драться с известноким. Сударь, штаб пока еще закрыт. А я что если делал срочно? Если это как-то связано с бумажной волокитой или восковыми печатями, как всегда и бывает в этом здании, то дело вполне может подождать до утра. Ладно. Давайте подождем до утра. Я забыл, что у нас оказывается матросов пара. Так, на втором этаже. Ладно. Продолжение следует... Продолжение следует... Не жалейте подробностей... Тойла собирается использовать оружие королевской компании Архипелага для атаки на флотилию в Альянской торговой компании, перевозящейся я еще... Продолжение следует... Так, мы получили опыт и деньги... Есть еще одно дело, с которым вы можете помочь мне, если у вас есть время, конечно... Что вам нужно? Оно касается делового партнера. Капитана по имени Фурранте. Говорят, это какая-то важная фигура среди Приншипня. Постойте, вы сотрудничаете с Капитаном Приншипня? С одним из самых разумных, но... Да. Это не самое идеальное обстоятельство, но и вся ситуация далека от идеала. Капитан Фурранте посвятит вас подробностей, но дело касается его партнера на острове Крукспур. Очевидно, у них возникли какие-то сложности со враждебным племенем. Ты поможешь им, Фурранте поможет компании. Я... Вы проявили находчивость. Вы самый очевидный выбор. Серафин Щурицей переводит взгляд с вас на директора, а потом на пола и обратно. И у нас здесь проницательности нет. Тут не из чего делать выводы. Нет, полагаю, что нет. На самом деле. Фурранте может рассказать больше. Это на три четверти его план. Для компании это лишь потенциальный источник дохода. Вы найдете Фурранте в Данедже. Данедж это... Ну, пиратское логово, как вы можете догадаться. Пожалуй, там не так опасно, как в море, но все же рекомендую быть как можно осторожнее. Понятно. Да... Не нравится мне все еще это. Но, опять же, мы с вами пытаемся, ребят, пройти игру максимально полно. То есть, все побочные задания сделать, поэтому будем делать и это. Вообще, получается все. То есть, это было последнее задание. И нам теперь осталось с королевой задание сделать и это задание. Они все уже в не Никитаке. Сейчас поднимем уровень и будем смотреть. Главный персонаж. Ну, здесь атлетика, дипломатия, понятно. Так, новый уровень мощи. Священная жертва. Паладин собирает всю свою веру и приносит себя в жертву на синем огне. Каждый раз, когда заклинание пульсирует, с целью рядом получает урон горением. Паладин уже достается часть их общего здоровья в виде чистого урона. Этот урон может убить паладина. Так, укрепляющее вещевание. Оно прокачивается, дает целью вдохновения и устремленности в дополнение к подготовке. Вдохновение к подготовке развивается до крепости. Что за крепость? Плюс два класс защиты. Так, либо же... Паладин наращивает класс защиты, когда стоит на месте. Усиленные атаки обладают повышенной точностью. Усиленные атаки наносят повышенный урон. Усиленные атаки обладают повышенным пробиванием. И усиленные атаки обладают повышенной положительностью воздействия вдохновений. Ну, давайте тогда поднимаем... Так, здесь подготовка, стремленность. Давайте тогда вот так. И вот это. Священной жертвы пока не будем. А каждый импульс исцеляет ближайших соратников паладина. Интересно, конечно. Посмотрим, может быть это неплохая штука. Вряд ли же зачем-то они зачем-то это вели. Так, эдер. Пиротехника. Выживание. И давайте знание улиц. Кстати, проницательностью, по-моему, никто не страдает. Сверх мощный удар. Атакует врага мощной атакой ближнего боя, нанося значительные уроны и оглушая его. Враги за целью оказываются потрясены и получая чистый урон. Это мне уже нравится. Так, теперь непреклонность. Восстанавливая часть здоровья, это можно развить до боец и его союзники также получая вдохновение и решительность. Или боец теперь восстанавливает больше здоровья после каждой полученной атаки. А боец оказывается сдаваться. Потеряв сознание, он восстанавливает часть здоровья и получает временные бонусы ко всем видам защиты и класса защиты. На 30 секунд и класс защиты плюс 2. Это неплохо. Так, ну вот, мне нравится это. И мне нравится, боец теперь восстанавливает больше здоровья после каждой полученной атаки. Хотя, конечно, вот момент сгибаемости тоже неплохо, но в следующий раз прокачаем. Зоти. Алхимия. Религия. Так, здесь у нас много новых заклинаний. Стена шипов. Она уже стоит. Создает толстую стену из кривых шипов, наносящих колющих урон и вызывающих отравление, которое приводит к слабости. Ураган священного огня. Ужасающая огненный дождь выпадает в области действия, неоднократно нанося огненный урон всем, кто находился в этой области. Неплохо. Очищающее пламя. Жрец бросает во врага огненный шар, срывающий защиту и приближающий погибель. Шар наносит длительный урон горением и ускоряет таймеры всех благотворных вредоносных эффектов, потом перебрасывает с дополнительной целью. Воскрешение. Оживление и лечение одного союзника, который получает воздействие запирания ворот смерти. Кроме того, происходит лечение союзников поблизости. Су-25. Не может умереть на 20 секунд. Здоровье установлено на ОК-75. Остальные. Малое воплощение. Жрец светится божественным сиянием, впитывая силу. Став малым воплощением своего божества, он получает бонусы ко всем характеристикам здоровья и урону оружия. Щиты для правоверных. Вызывает мощный священный щит, давая бонусы уклонению всем союзникам в области действия. Область действия 1,5 метра. Ну блин, здесь сложно, ребят. Ну хорошо, пускай будет огненный шар и пускай будет воскрешение все-таки. Пока воскрешение, потом будет видно. Так. Серафин. Блев. Механика. О, здесь поменьше. Память предков открывает потаённые уголки сознания и души союзника, придавая вдохновение мудростью. Сайфер нацеливается на духа или носитель и разрывает внутри него сплочённую духовную энергию, заставляя его и ближайшие духа к носителям издавать оглушительный вопль, который отвлекается их поблизости на самим чистую руку. Силовая оболочка. Сайфер может изолировать отдельного врага от окружающего мира или шевьё возможности что-либо делать, при этом другие тоже никак не могут на него повлиять. Насколько это на 20 секунд? Отлично. Пригодится. Так. Это первое. Второе. Наверное, будем что-то отсюда брать. Стехическая реакция. Усиленная атака. Усиленная атака. Усиленная атака. Усиленная атака. Усиленная атака. Повышает уроны критических попаданий. Законяние от Сайфера, нацеленное на волю противника, получает дополненную точность. Довит шанс полностью избежать воздействия вражеского заклинания. Повышает массу, базовый запас. Сокращает время. Но Сайфер начинает волю с дополнительным сосредоточением. Вот это нам пригодится. Потому что у нас обычно Сайфер в начале, он очень-очень-очень бесполезный. И самое сложное. Аллот. Проницательность. У Аллота есть проницательность. Так. Длинный шар с задержкой. Охранный посох Лёнград. Это заклинание создает мощный боевой посох, который увеличивает отклонение и отталкивает врагов, вызывая у них хромоту при каждой успешной атаке. При самом вызове посоха всех, включая союзник, подбрасывает заклинать. Хаотичная сфера Тейна. Что вот это вот за значок? Ну вот это вот Гримар похоже, да? Боевой мощь Китсалом. Заклинать и временно жертвует властью над тайными силами во имя военной мощи. На время действия эффекта волшебник получает бонус уклонения и точности даже до уклонения силы. Короче говоря, превращается в воина. Стена осушения. Враги, проходящие через эту стену или находящиеся в ней, теряют время от ограниченных по времени положительных воздействий. За каждую отобранную секунду волшебник получает время к любому действующему на него положительному воздействию. Связаемый Фантом. Усовершенствованная версия эфирного Фантома. Она создает независимую копию волшебника, который может использовать небольшой набор заклинаний низкого уровня. Например, малые стрелы минолеты, меркляющее копье, тяжкая задержка движений. Смертельный разряд ненаглата. Это заклинание наносит большое количество чистого урона цели. При гибели любого врага, который не является духом, заклинатель получает под свой контроль призрака. Это мне нравится. Так. Угненный шар с задержкой. Который некоторое время лежит тихо, а потом взрывается, нанося урон. Это не надо. Давайте что-то из верхнего посмотрим. Это означает, что в гримуаре. Вот я, кстати, навел. Нам показало. Непонятно, что эти значки, значит. Ледяной столб. Пускай будет. А там пассивных никаких полезных не было. Усиленные атаки, понятно. Пока будем играть так, там выйдем. Как вы знаете, можно заспереучить персонажа. Так. Что у нас получается? У нас получается. Последнее пристанище. Плодотворный союз. Два сапога пара. Вперед в неизвестность. Не очень. Стрелиться с Видлой. В море в основном месте. Ну что ж, вроде бы все, что нам нужно делать, оно относится к... Где наш корабль? Платочный канал. Овета. Между нами все кончено. Мои дела, это мои дела. Проваливай. У меня нет на тебя времени. Я уже не помню, что это за Овета. Отправиться в крипту. Что за крипта? Вроде мы туда не собирались пока. Ну ладно, поехали, мы покормим. Сейчас надо только затариться, потому что у нас там немножко припасов. Но сколько я помню, мало стало. Выполнить корабельные припасы. И давайте продадим часть, потому что мы тут насобирали коралловых мещей. Мантия загнательной воды. Интеллект плюс один, не знаю, жезл охотника из губи. Кстати, вот сейчас посмотрим на него. Подождите, а десиву акулу в импел у нас есть? Мы же сдали. Здесь 7 акула. Было бы у нас это задание, точно помню. Да. А вымпелы, получается, за чем-то еще можно использовать? Ну ладно. Хорошо. Так. Давайте посмотрим на экипировку. Что я хотел проверить? Во-первых, я хотел найти большой щит более высокого уровня. У нас он должен быть. У нас есть, по крайней мере, какой-то маленький щит. Это что? Большие щиты. Мы все продали. У нас, то есть, получается, за самый первый уровень. Ну ладно. Забылся я, забылся. Поговорим с Мадвиром. Кто-то бы владел. Если не будешь осторожнее, я заведу тебя гнюсом в брошь. Клинокдров подкрывается измразью. Она хочет что-то возразить, но потом вздыхает. Она была агентом Данри Троу. Ну, какое-то время. Ее зовут Ингфрид. Кем ты была, пока не стал ничем? А вот это не твое собачье дело. Как скажешь. Но если захочешь когда-нибудь обсудить... Ты не заслужил право давать мне такие вопросы. Я теперь едва знаю. Давай кого-нибудь убьем. Так. Я хотел посмотреть у Эдера. У него средний щит. Отличного качества. Вот. Ну здесь ладно, здесь нормально. Вот здесь, вот смотрите, арбалет. Вместо него мы поставим превосходный арбалет. Фонарь Зотти. Можно его улучшить. Грозный Ореол. Для него нужен кристалл Сияющий Адры. Осип. Легендарный предмет. Бывает даже такое. Ну, серпом она не пользуется. Так. Здесь ручная мортира. Пистолет громового разряда. Так. Здесь. Здесь у нас обычный щит. А у нас, по-моему, был какой-то такой вот этот вот щит. Плестящая чешуя. Уклонение щитом плюс два. Давайте сравним. Противникового персонажа. Все защиты плюс пять. Противоатака гоня. Все защиты противоатаки взгляд. Два. Сейчас сабли есть. А, вот. Я еще Скипетр хотел посмотреть. Смотрите. Жезл. Ммм. Вот так. 10. 14. А здесь жезл. Охотник. Из глубины. Он не может его использовать, да? Это жезл. Это двуручное. Давайте тогда сделаем вот так. И поставим сюда жезл. Он будет у нас теперь с жезлом. И жезлом ему будет давать ровно. Точность пробивания и куча всего. Сметающий прибой. Атаки волной воды, наносящая дробящий урон, сбивающая с ног всех. Придёт либо оживительные воды. Ну, пока так попробуем. Так, и нам получается нужно купить щит. Давайте искать. Может мы его продали? Мы его-то продали, но, видимо, давно. Ладно, найдём большой щит, поставим. Так, подождите, а вот и есть, собственно, большой щит. Странно. Мы его, видимо, когда-то подобрали давно, но ни разу мы его не взяли. Вот, отлично. Шепоткин буду. Так, ну вроде всё. Попыли. Так, давайте докупим воды. Докупим пивка. Боевой дух экипажа. Давайте докупим лепёшек. Вот так. Уже лышим. И выходим в море. Я помню, что одно задание прям где-то вроде недалеко должно быть. От Никитаки там встретиться, помните, передать от Хазану и задание. Давайте его сначала выполним. перелом. Хотя, что самое главное? Ну потому, что empezалось. Давайте поговорим. Отлично. Так. Зато, конечно. Ага. Д champions. Различно. Давай. Это не очень? вот видла ее команда ждет меня условном месте к западу от ники таки ахиро кстати вот враг так а где она меня ждет не опознанное место отлично союга кстати видла вот она я почему-то на восток смотрел кстати вот здесь мы везде не были еще так а 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 Длинный русский корабль едва выступает из воды. Вся команда собралась на палубе вокруг кучи каких-то ящиков. Палуба меряет шагами женщина. Ее неровно обстриженные волосы развиваются с каждым ее шагом. «Ну, все на месте, Перин?» Она ударяет кулаком по одному из ящиков. Стоящий неподалеку к нам дергается, словно ударили его. «Я бы с радостью тебе сказал, если бы ты не сбивала меня со счета!» Он вздыхает и закатывает глаза. Хохотнув, она хлопает его по плечу. Перин едва не падает и бросает на нее злобный взгляд. «У тебя на подсчеты чуть не месяц был. А сейчас пора обсудить цену. У нее блестящие глаза останавливаются на вас. Перин тоже смотрит на вас. Его глаза расширяются. С губ слетает какой-то совершенно недостойный скрипт. «Это он!» «Да за его голову Консуалю столько отвалит!» Он указывает на вас. «Похоже, нам представился шанс подзаработать!» Присвистнув, она разлюгает губу смешник. «Ну ладно, повоюем!» «Так, мы там новые заклинания, я помню, выучили. Я помню, я помню, выучили. Работает. «Потсетки, у вас нет?» «Потсетки, у вас нет?» так как мы отсюда теперь выйдем а нужно сначала ящики забрать все вроде да больше здесь ничего нет накрывавленные ящики связаны вместе забрать ящики от путь аккуратно обходя тела ваша команда вытаскивает ящики на палубу так встретиться с видла и видла ее команда так я был контрабандиста собрала груз теперь осталось только доставить его в порции саюка где-то сверху поэтому поплыли потихонечку ваша команда постепенно наносит в трем ящики с контрабандой не один неожиданно один из матросов скрикивает сестра щита далее заглядает вам прямо в кабину капитан скорее помнишь мы взяли на борт ящики из них кто-то вылез прежде чем вы успеваете возразить сестра щита дэли тащит вас на палубу у ящиков стоит пухлая женщина средних лет ее одежда заношена волосы спутаны но глаза по бедне сияют джеларда 23 дня это новый рекорд не они со застарелой мочой кислым потом и чем-то еще похуже она все равно радостно вам улыбается что ты там делала ждала прибытия в саюку разумеется а заодно испытывала новое заклинание рено в мс айрес она произносит название с такой гордостью будто представляет вам своего первенца что по-вашему это будет обновление воздуха разумные народы прочесали каждый холмик в восточных землях но это на обители рыб и левиафанов остается для нас закрытой я мечтаю проложить путь в глубины океана научить разумные народы дышать под водой словно рыбы его глаза светятся любопытством или хотя бы придумать способ жить раз за разом вдыхая один и тот же воздух я все равно не понимаю почему ты сидел в ящике я тоже но акая боялась что герцоги просто так меня не отпустят она прожимается плечами зато было время испытать мои открытия зачем тебе на саюку почему не остаться в варянских республиках мои соотечественники думают только о деньгах а кто даст деньги за возможность проследить за рыбами надев на голову стеклянный пузырь а вот руатай смотрят в будущее их интересуют вещи поважнее золото поэтому я решила работать с ними чем ты будешь работать на саюке с янтерой но я обещала никому об этом не говорить кажется она искренне сожалеется да да у меня еще много дел нужно провести еще несколько проверок до прибытия в саюку приятно было поговорить капитан ну ладно а что там у нас с бейны бейны пока еще на уровень выше нас поэтому мы ее трогать не будем так команда хочет пить стоп давай все лагерам так это кто черно черно пока вроде бы нам не нужно трогать все ю ко мне Саюка, ну наконец-то! Нужно идти, меня ждут открытия. Огрочима, капитан! Она кивает вам. И что, все? А задание? Поговорить с командиром флота Акаи на Саюке. Добро пожаловать на Саюку. Мы рады приветствовать тебя, молодая Ивана, радостно улыбается вам, демонстрируя полный набор острозаводов. Нет, нет, сколько раз я показывал, как нужно приветствовать посетителей. Заместитель раздраженно взмахивает рукой и поджимает тонкие губы. Я говорю, наверное, я снова забыла. Не напомните, заместитель? Он вздыхает. Мы говорим чистых небес тебе, путник. Просто, изящно и никаких улыбок. Слышишь меня, приветственница Тейбы? Можете повторить еще раз? Я хочу убедиться, что все поняла правильно. Тейбе невинно смотрит на заместителя. Заместитель открывает рот, чтобы ответить, но его лицо внезапно мрачнеет. Он бросает недобрый взгляд на Тейбы и решает не отвечать на это подзоживание. Есть вопросы, путник? Что ты можешь мне рассказать о Саюке? Саюка, или как мы называем ее Рибири, это авампост Королевской Компании Архипелага. Тейбе даже не пытается скрыть скупу в своем голосе. Остров Саюка, это Центр Инженерных Исследований Королевской Компании Архипелага на островах. Нами руководит командир флота Акая, самая молодая Рауатай, получившая этот титул. Она была лучше на курсе в Морской Академии в Такове, а еще наша командир флота, Превосходный Инженер. Его голос переполнен гордостью. Вы забыли упомянуть гигантских акул, заместитель. Стой, 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 гигантские акулы? Гигантские акулы, гигантские кораллы, гигантские деревья, Экера, на Саюке все огромное, кроме Уана. Она хмыкает. Небольшое облегчение, дормочит заместитель себе под нос. Никто не знает, почему на Саюке все растет таким большим, но существует множество теорий. Лично я думаю, что это дар Галавейна. Щеки Тейбера завеют. Первая живая эмоция на Юлите. Он вздыхает. Не подобает офицеру Королевской Компании Архипелага распространять суеверие Тейбы. Я говорю, в таком случае мне повезло, что я не одна. Тейбы почему-то одеты, как солдат Королевской Компании Архипелага. Экера, я спрашиваю себя о том же. Каждый день. Тейбы оттягивает ворот свои формы и закатывает свои темные глаза, когда ей кажется, что заместитель не смотрит на нее. Тейбы проходит обучение у нас. Заместитель выпрямляется и распрямляет притч. Ее собратья Уанна демонстрируют прискорбную незаинтересованность в надлежащем способе решения проблем. Он кивает в сторону Тейбы. Не говорите обо мне так, будто меня здесь нет. Что это вообще за должность такая, заместитель? Синекура, а не должность. Тейбер пожимает плечами. Ты неблагодарная, Скотт. Я заместитель Акай, командира флота и правительница этого бесполезного островка. И я не позволю всяким праздным зубоскалам смеяться надо мной. А вислые щеки заместителя трясутся от плохо скрываемой ярости. Так я слышала. Много, много раз. Тейбер смотрит на вас и многозначительно поднимает бровь. Шепнуть, мне кажется, или этот парень ужасен? Ты половины всего не знаешь. Она ехидно улыбается. Что это было, приветственница Тейбер? Ветерок подул, заместитель. Ехидство превращается в открытую насмешку. Называй меня господин заместитель. Экера, никогда. Короче, понятно, побеседовали. О, так смотрите, тут прям такой комбинент командира флота. Ну, давайте зайдем, сразу поговорим по заданию, а там будет видно. Я думаю, что здесь, конечно, еще есть какие-то задания. У нас ведь не будет из-за тебя проблем, надеюсь. Командир флота Акая устало смотрит на небольшое бумажное море, разлившееся на ее столе. Она держит в руке карандаш и задумчиво постукивает им по губам. Внезапно она издает звук, похожий на низкое гудение, которое заканчивается смешком, когда она поднимает глаза и видит вас. Расчет траектории полета снарядов. Ужасно утомительно и, увы, не точно. Почти как шторм. Она живет кончик карандаша, глядя в пустоту за вашей спиной. Ох, эти цифры меня отвлекли. Я совсем забыла о приличиях. Ты, наверное, хранитель, которого прислала Хазануй? Ты застал меня в редкую свободную минутку. Кто ты? А ты не прочел именно двери, прежде чем войти? Ты ведь знаешь, что это кабинет командира флота. Он охмурится. И что это значит? А, ты хотел узнать, почему я удостоен такой чести, личного кабинета? Я командир Руатайского флота на Саюке, исследовательской колонии Королевской Компании Архипелага. Что вы исследуете? Ступа Ондры. Такие мощные шторма, и они не прекращаются. Что-то здесь не так. Ммм, впечатляющий титул. Разве что для тех, кто не знаком с системой званий Руатайского флота. Это административная должность. Я стараюсь обеспечить бесперебойность работы нашей колонии на Саюке. Конечно, мне было бы намного проще, если бы не этот коралл. Какого флота? Здесь ведь нет кораблей. Ты не понял. Я командую не кораблями, а этим портом. Руатайские судна стоят здесь под моей защитой, но я не говорю, куда им плыть. Это работа Хазануи. Ясно. А Кая кивает и бросает взгляд на лежащую на своем столе таблицу с числами. Изучая ее, она вертит свой карандаш в пальцах, потом что-то записывает. Кажется, будто она совсем забыла о вашем присутствии. Хазануи Кару попросила меня доставить тебе груз. То же самое было в отчете начальника порта. Королевская компания Архипелага благодарит тебя за быструю доставку груза. Ее сырогие черты озаряются радостной улыбкой. Хазануи не предупредила, что мне придется перевозить рабов. Она и не должна была. Твоя задача была лишь доставить груз. Она недоуменно смотрит на вас. В любом случае... А Кая задумчиво постукивает карандашом по столу. Она громко вздыхает. Хазануи написала, что ты можешь помочь нам решить проблему в порту. Говори. Ты, наверное, уже заметил наш коралл-переросток? Она указывает на дверь в кабинет, за которым раскинулись доки. Есть что-то странное в том, как вырос этот коралл. Как растет все на этом острове. Мы его обрезаем, а он все растет. Мои инженеры выяснили, что причина возмущения находится где-то у берегов Саюки. Я хочу, чтобы ты все разузнал. Если хочешь узнать больше, поговори с Верой в мастерской. Буду рада, если ты нам поможешь, хранитель. Она кивает вам, сопровождая кивок особо сильным ударом карандаша по столу и возвращается к работе. У меня есть пара вопросов. А каких? Какие планы у королевской компании Архипелага на Архипелаг? Много ли ты знаешь о Роуатай, хранителе? Я изучал его историю. Значит, ты изучал науки? Неплохо. Здесь, на Саюке, да и в Роуатай ценят любозательность. Она кивает, будто соглашается на собой. Что ж, не мне тебе рассказывать, какой суровой может быть наша родина. Суровой, горячей, негостеприимной. Нам многое приходится покупать, а у Ана ценные партнеры. Архипелаг намного уютнее Роуатай. Кроме того, Архипелаг отличное место для изучения бурь в ступе Ондра. Она указывает на подзорную трубу, стоящую на столе. Как ты здесь оказалась? Ты хочешь узнать, как я получила такую должность, или почему вообще избрала такой путь? Агая скрещивает руки на груди и откидывается на своем кресле, глядя на вас настороженно, но не без любопытства. Почему ты выбрала эту работу? Меня никогда о таком не спрашивали, она моргает. Я всегда интересовалась инженерным делом. Даже в детстве я разбирала мамины ружья, пытаясь понять, как они работают. Потом я познакомилась с Кару, то есть с Хазану и Кару. Она посоветовала мне пойти во флот. Так я и поступила, хотя обязательств у меня не было. Я младшая в семье. Как видишь, Роуатай старается взращивать таланты. Мы не даем им растрачивать свои способности на разные глупости. Талантливых и старательных у нас поддерживают, обучают, уважают. Хазану и Кару сказала мне, что ты одна из самых блестящих представителей с народа Роуатай. Это... это правда? Она действительно это сказала? Лица Вакайи вспыхивает и становится нежно-фиолетового оттенка. Прошу прощения, я не... я не ожидала. Она громко прочищает, гурлая твой взгляд. Как можно стать командиром флота? Ну, у тебя и вопросы. Смотри, приму тебя за желторотого рекрута Алиторн. Какая-то она. Тут тайны нет. Носердный труд, упорство, толика удачи и хорошие связи. Немного безжалостности никогда не помешает, если использовать ее с осторожностью, конечно. Чего-то выбрала эту работу, и тут что-то мы еще не проклацали. Это все. Так. Что ты думаешь об отношениях между Королевской Компанией Архипелага и местными Уанна? Это сложная тема, Алиторн. Она окидывает вас взглядом в прищерленный глаз. Поэтому я его и задумал. Она фыркает. На взгляд ее падает на карандаш в руке, и она начинает задумчиво поступить им по столу. Думаю, это оправданное любопытство. У Уанна достаточно сговорчивы и трудолюбивы, если их хорошенько мотивировать. У нас столько же прав на эти земли, как и у них. Если они ничего не собираются делать с ними, то это наш долг управлять ими, для них. Кажется, не все Уанны довольны. Они привыкнут. Кроме того, могло быть и хуже. Она смотрит на свой стол, уже переключившись на что-то другое. После долгого молчания, она торопливо записывает что-то на полях своего отчета. Тебе бы понравилось, если бы кто-нибудь поступил так с Роатай? Она смеется. Пусть попробуют. Ты скучаешь по Роатай? Каждый день. Декие пляжи, беспощадные ветры. Без них я как без руки или ноги. Она на мгновение отводит взгляд, смущенная своим признанием. Роатай никуда не денется, а наша работа здесь. Сейчас именно это важно. Значит, получается, ребят, мы выполнили с вами задание. Грязное белье. Так, а где задание вот это? Необузанный рот. Так вот, получается, важное дело мы выполнили. Получили задание необузданный рост. Так, поговорить с Верой. Варьянская ученая, которая может помочь отыскать источник проблемы Саюки с кораллами. Ее можно найти в Саюке в мастерской королевской компании Афигалага. Разные бумаги, рисунки, стихи и письма на родину. Корешки книг потрескались, а уголки многих страниц загнуты. Тщательно отобранная коллекция лучших спиртных напитков Роатай. Ну что ж, ребят, я думаю, что на этом мы сейчас с вами закончим серию, потому что время уже подошло к концу. В принципе, довольно-таки плодотворно сегодня мы потрудились. Вот, не скажу, что интересно разбираться вот в этих вот дрязгах, да, тоже о чем я говорил в конце прошлой серии. Ну, посмотрим. На сегодня это все. С вами был Алиторн. Спасибо за просмотр, ребят. Пишите комментарии, оставляйте отзывы, задавайте вопросы. Подписывайтесь на канал. Делитесь видео в соцсетях. Ставьте лайки. До следующей встречи. Субтитры сделал DimaTorzok